Почему так дорого? Этим вопросом задаются жители Валдая, получая квитанции со строкой оплаты воды. Люди провели анализ. Получилось, что они платят намного больше, чем, например, в Великом Новгороде. Местные власти ссылаются на обновление инфраструктуры. В это вложился бизнес. И пока проект не окупится, придется терпеть. Татьяна Баркова подробнее. Жители Валдая собрались с разных концов города, чтобы обсудить, что делать дальше. В 2017 году, после постройки нового коллектора, тарифы на воду значительно выросли. Горожан такой расклад совсем не устраивает. У нас живут одни пенсионеры. Молодежь уже покинула наш город достойный. Живут пенсионеры с маленькими пенсиями. Я вот, например, за свою квартиру, за ЖКХ оплачиваю половину. А остальное как хочешь. То ли живи, то ли, я не знаю, как на эти деньги проживай. Некоторые ради экономии за водой ходят на местный родник. Но с ведрами лишний раз не побегаешь. Галину Геннадьевну тарифы раньше не сильно беспокоили, так как жила с отцом и двух пенсий им хватало. Теперь она одна, и оплата воды стала проблемой. Женщина даже задумывается о переезде, а пока помогает дочь. Я живу в Великом Новгороде и плачу за воду в два раза меньше, чем в Валда. То есть получается водоотведение вместе с водой – это где-то 70 рублей, а здесь получается все 140. То есть волнует вопрос, почему такая разница большая. Платят больше, а качество воды хуже. По словам жителей, почти каждый день из крана течет ржавая вода. Вот, смотрите, вы застали великий прямо момент – вода чистая. Вчера была, вот, посмотрите, в тазу осталась вода совершенно ржавая. Приходится регулярно менять фильтры и очищать стиральную машину от ржавчины. Горожане буквально ловят моменты, чтобы постирать белые вещи или приготовить поесть. Почему за такие неудобства приходится платить больше, не понимают. Плотность населения низкая. Соответственно, самоокупаемость водоснабжения и водоотведения вырастает. В водоснабжении у нас же цикл происходит постоянно, работают насосы. Вне зависимости, пользуется население водой, не пользуется, давление в системе водоснабжения всегда есть. То бишь идут расходы на электроснабжение, на обслуживание и так далее. Прошлая фирма, которая обслуживала население, по словам заместителя главы Валдайского района, установила неоправданно низкие тарифы и поэтому стала банкротом. Теперь же стоимость услуг такая, какой и должна быть. А по поводу ржавой воды жителям предлагают обратиться в ресурсоснабжающую организацию, чтобы им сделали перерасчет. Тогда платить нужно будет меньше до тех пор, пока качество услуги не улучшится. Вот как раз плотность населения и большой разбор воды позволяет, потому что проходимость воды большая, соответственно, они не так образовываются налет на трубах. Понимаете, да? Здесь разбор ниже, соответственно, налет на трубах есть. В 2017 году на тарифы повлияла постройка нового коллектора. Большую часть денег выделили из федерального бюджета, но часть, порядка 44 миллионов рублей, вложил один из частных предпринимателей. Теперь горожане выплачивают консессионеру вложенную сумму. По плану они полностью должны рассчитаться к 2024 году. Тогда цену станут меньше. Похожая история уже была в Сальцах примерно 6 лет назад. Инвестор вложился в установку новых газовых котельных. Тарифы тогда повысились. В начале прошлого года проект окупился и расценки снизились. Из Валдая Татьяна Баркова, Андрей Шестаков. Новости Новгородской областной телевизии.